Всем привет! Сегодня получила посылку с растениями. Заказ я сделала в феврале месяце, а сегодня 18 апреля, и я ее забрала. Так получилось, что на почте она пролежала еще два дня, потому что в воскресенье и понедельник были выходные, а вот сегодня вторник, и я рано утром поехала, ее и забрала. Хочу открыть и вместе с вами посмотреть. Заказ я сделала на две метельчатые гортензии и на одну черешковую. Вот первая гортензия – это полистар, переводится как полярная звезда. Это невысокая гортензия, созданная именно для патио, для балконов, для веранд, для выращивания в кашпо. Можно и в открытый грунт, конечно, ее сажать, но я приобретала гортензии именно для кашпо. Это очень ранее цветущая гортензия, по форме цветочки напоминает звезду. В принципе, хороший саженец. Я думаю, что это негодовалый саженец. Уже почки раскрылись, листья. Неплохой саженец. Потом с вами посмотрим корневую систему, когда я буду высаживать. Следующая гортензия – это гортензия «Литл пассион». Это тоже небольшой кустарник, всего лишь 60 см. Тоже я его приобретала именно для кашпо, для открытого грунта, соцветия светло-зеленой. Сначала потом в розовую уходит с зеленой серединкой. Тоже очень красивый цветущий кустарник. Мне понравился. Вот приобрела. Я особо не любитель приобретать по почте. Вот. Но такие сорта, редкие можно так сказать, гортензии. Просто в садовый центр не приедешь и не купишь. Поэтому приходится через почту. Но это заказ я делала в частном хозяйстве. Поэтому надежда была, что саженцы будут хорошие. Но это тоже саженец неплохой. Уже довольно-таки зеленые, листы раскрытые, хорошие. Тоже корневую систему с вами посмотрим. Ну и последняя гортензия – это «Миранда», черешковая гортензия. Плеть вырастает до 10 метров. Соцветия у нее щитковидные. Давнишняя моя мечта. Саженец небольшой, конечно. Можно сказать, даже черенок. Но тоже буду высаживать. Потом я вам все и покажу. Корневую систему тоже попозже посмотрим. Когда все буду рассаживать. Я не буду ждать, чтобы они там еще в стаканчиках у меня в этих месяц стояли. Буду все высаживать сегодня же. Ну и теперь давайте пойдемте и посадим эти чудо гортензии в кашпо. Так, гортензии я буду сразу высаживать в кашпо. С этой целью я их и приобретала. Смысл их держать в этих маленьких горшках нет. Кашпо на 20 литров. На дно я уже заложила крупный керамзит. Он остался после обслуживания очистительной системы. Также приготовила почвосмесь. В состав входит торф агробалт в оранжевой упаковке. Затем хвойный опад и домашний компост. И здесь еще щипа попадается. Вот в такую смесь буду и высаживать. Сейчас все заложу в горшок и высаживаю. Вот так. Горшок я не заполняю до самых краев, потому что у меня еще будет, конечно, мульча. Все, достаю гортензию. Вот такая корневая система. Не особо сильно она развита, но пойдет. Корни все живые, белые. Есть, смотрите, сколько белых корешков. Здесь неплохая гортензия. Сильно корневую шейку я не заглубляю, потому что еще мульча закроют, чтобы гортензия не получилась глубоко, что она сидит. Обрезку я никакую побегов делать не буду в этом году, потому что уже гортензия вся в листве. Мульчу я буду использовать. Это мох. Я собирала в прошлом году. Это гортензия, я не сказала, называется Little Passion. Вот такая. Она небольшая. Гортензия буквально 60 см. именно для кашпо, для веранд, для патио. Соцветия сначала светло-зеленые, а потом розовеют с зеленой серединкой. Очень красивая, обильно цветущая и, что немаловажно, зимостойкая гортензия. И вот так замульчирую. Сейчас еще попал, чуть-чуть. Вот так. Этого достаточно. Затем у меня еще в прошлом году я собирала шишки. Это, знаете, для декора. Я давно хотела посадить гортензии именно в кашпо. Небольшие. У меня вообще гортензии в открытом грунте растет 15 штук. А вот в кашпо ни одной. И вот я захотела, чтобы их где-то поближе к дому поставить. И чтобы можно было передвигать туда, куда мне нужно. Все. Little passion я высадила. Следующую гортензию я буду высаживать уже в 15-литровое кашпо. Все то же самое. На дно заложила крупный керамзит. Та же самая почва-смесь. Почва-смесь, конечно, должна быть очень легкой, воздушной. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Все, что нужно гортензии, я закладываю сейчас сразу. Тоже по самой краю я не сыплю. Буду мульчировать так же. Так, отлично. Теперь гортензия у меня следующая. Это сорт полистар. Это тоже небольшой кустарник. В высоту около 50 сантиметров. Основная окраска розовая у соцветия. И по форме цветки напоминают звезду. Ну, переводится она как полярная звезда. Это одна из раннецветущих гортензий. Созданная была именно для патио. Потому что она маленькая. Очень-очень обильно цветущая. Посмотрите, какая корневая система. Отличная. Все саженцы пришли влажные. Пролитые. Незасушенные растения. Корешки все беленькие. Светло-коричневые. Отличная качество саженцев. Чуть-чуть сейчас я растормошу ком. Слегка. Чтобы она пошла уже в рост у меня. Саженец отличная. Я думаю, что это не годовалое растение. Я думаю, что это двухлетка. Все. Делаю углубление. И высаживаю. Тоже корневую шейку я сильно не заглубляю. Так как еще мульча будет. Отлично. И мульчирую мху. Все, что я выращиваю в кашпо. Это и острые перцы, и баклажаны, или томаты. Я обязательно мульчирую, чтобы влага меньше испарялась, но и меньше поливать. И растение себя комфортно чувствует, когда замульчировано. Вот, отлично. Тоже обрезку никакую не буду делать сейчас. Растение уже вегетирует. Ну, конечно, для красоты шишки. Очень красивые гортензии. Я надеюсь, они у меня покажут всю красоту свою. Я вам, конечно, ее покажу в течение лета. Буду показывать. Все, отлично. Сейчас я, конечно же, поставлю все эти кашпо на веранду в день и пролью. Поливать я сейчас буду, разведу на ведро одну столовую ложку, не уксуса, а лимонной кислоты, одна столовая ложка на ведро воды и пролью. И поставлю в день. Все, готово. Ну и остается у меня еще одна гортензия, черешковая. Сорт называется Миранда. Высота ее достигает до 10 метров. Соцветия щитковидные. Сам цветок белого цвета. Что самое хорошо, она зимостойкая. Идеально подходит для выращивания в средней полосе России. Листья, если видите, они зеленого цвета. Светло-желтой каймой. Пестрый лист, красивый. Я давно мечтала о такой гортензии. Вот приобрела. И хочу ее пустить для начала по земле. То есть я не буду устанавливать для нее опору. Хочу выращивать, чтобы она стелилась прям по земле. Смотрите, уже она дает вот эти свои воздушные корни. Я думаю, камера сейчас сфокусирует. И вы увидите вот этими воздушными корешками. Она цепляется за опору, если вы ей дадите. Или стелется по земле. И вот таким образом она удерживается на вертикали. Ну или на горизонтали. Единственное, что написано про нее, что нужно, конечно, ее обрезать. А так вообще неприхотливое растение. Моя мечта исполнилась. И я надеюсь, что она у меня вырастет. И покажет свою красоту. Высаживать я ее в открытый грунт. Буду в миксбордер Ривьера. Потом я вам все покажу. Сейчас еще рано. Потому что холодные ночи. Но еще не то время, когда высаживать вот такую малышку. Попозже. Где-то в середине мая. Когда уже точно я знаю, что не будет заморозков. А сейчас я просто хочу пересадить в горшок побольше. Наверное, возьму литров на 2 кашпо. Горшок обычный. И пересажу. Потому что здесь горшочек маленький. И плюс он еще, видите, при пересылке лопту. Вот посажу ее побольше. Буду ждать хорошей погоды. Стабильной погоды. И тогда уже буду высаживать. Это, конечно, красавица невероятная. А уже опору. Когда у меня уже будет место для опоры. Я ее уже буду поднимать на вертикаль. Ну, посмотрим. Хочу зачеренковать, конечно, еще хотя бы пару растений. Но это когда уже разрастется. Может быть, летние черенки и возьму. Посмотрим, как она пойдет. Красота невероятная, друзья. Так, сейчас буду пересаживать ее в кашпо побольше. Намешала я ту же почвосмесь. Вот такой горшок взяла. Здесь, наверное, литра 2 все-таки. И вот хочу вам показать корешки. Ну, не сильно развитая корневая система. Но все же отличная. Живая. Так, ну и в ту же почвосмесь. Сейчас высажу. Также поставлю на веранду в тенек, чтобы она приживалась потихоньку. Чтобы агрессивное солнце не затронуло листики. Сажаю ее, как написано, на солнечное место или в паутень. Ну, в рассеянную такую тень. Слегка замульчирую тоже. И пролью, также разбавлю лимонную кислоту и пролью. Еще, знаете, я что сделаю? Разведу эпин в распылитель. И обработаю по листу эпином. Чтобы снять стресс с растения. Вот такая красавица. Ну и, к слову сказать, я уже приготовила три высоких кашпо. Высаживать сюда буду калибрахуа по несколько кустов. Заполнила почвосмесью. Здесь тоже торф агробалт. Потом композ домашний. Зола и кунский навоз. Вот такая почвосмесь. Здесь у меня будет расти калибрахуа. По несколько кусок буду сажать. Это кашпо высокий. Я делала сама. Оплетала ротангом. Это дуб амбре осветленный. Рабочий объем здесь примерно 25 литров. Ну и высота около 47 сантиметров. Идеальный кашпо для вьющихся растений. Сюда можно и питунью. Но питунью, вы знаете, я уже, наверное, два года или три года не выращиваю. Я остыла к этому цветку. А вот калибрахуа хочу в этом году попробовать. Никогда не выращивала. Не высаживала у себя на участке. Вот такое трио будет. Здесь в ведре я уже разяла лимонную кислоту. И слегка прольем. Вот этого будет достаточно. Также развела в распылителе степень. И обработаю сверху. Сниму стресс с растения. Все-таки несколько дней на площади пролежали в коробке. Ну вот, отлично. Все, теперь пускай приживаются. Если будут заморозки, то я накрою укромным легким. И так каждый день буду раствором и пином обрабатывать. Пока не увижу, что уже прижились. Все, отлично. Ну, теперь буду ждать красоту. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Подписывайтесь. Я вам буду рада. Всего хорошего. И всем пока. Продолжение следует.